Свежий выпуск Одинцовской недели снова ждет вас в фирменных стойках распространения. Обзор предыдущего номера я завершил, выразив надежду на то, что похитители надгробий на Игнатьевском кладбище, близ Звенигорода, будут найдены и понесут заслуженное наказание. Невероятно, но полиции удалось очень быстро схватить злоумышленников. Они арестованы и дают показания. Блестящая работа правоохранительных органов. В Подмосковье реализуется беспрецедентная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. За пять лет предстоит заменить свыше 1200 километров сетей. На это потребуется 320 миллиардов рублей. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что в этой программе широкое участие примет и наш округ. Основная масса работ по реконструкции перекладки инженерных сетей начнется сразу после отопительного сезона и будет завершена в сентябрю. А в Красноярске прошла церемония вручения первой национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Московская область завоевала первое место в номинации «Коммунальное хозяйство». Приз получил и хорошо известный жителям Подмосковья портал «Добродел». Наш корреспондент Елена Щукина выяснил в Венегородском лесничестве, можно ли гражданам заниматься заготовкой березового сока. Оказывается, можно, если речь не идет о лесопарках. А город Одинцово со всех сторон окружен особо охраняемыми природными территориями, поэтому любителям этого весеннего напитка придется отъехать подальше. Известный ученый Николай Вавилов, академик, президент Восхнил, когда-то тоже был студентом. В 1907 году он выполнял учебное задание, собирал гербарий. И где же? Рядом с Немчиновкой и Баковкой. Гербарий, которому уже 115 лет сохранился, находится в музее. Это довольно интересная история, читайте на страницах Одинцовской недели. В гостях у подкаста Одинцовского информационного центра «Сами мы не местные» общественный деятель Наталья Краснослободцева. Она занимается помощью женщинам, страдающим от домашнего насилия. Со своими подругами она предоставляет возможность скрыться от мужей-тиранов, спрятавшись, в том числе даже с детьми, в доме-убежище. И, наконец, колонка происшествий. Сотрудники Россельхознадзора и таможни перекрыли мошеннический канал, по которому продукты, якобы следующие в Узбекистан, в огромных количествах оседали на Одинцовских кладах. В транспортном проезде были обнаружены 58 тонн шпига, 40 тонн свинины, 11 тонн рыбной продукции. Сомнительные продукты изъяты. Все подробности на страницах нашей газеты, которые можно найти на фирменных стойках распространения или в интернете вот по этому адресу.